Слово «безопасность» в летний период как никогда актуально. И на это есть несколько причин. Проведение большого количества времени у водоемов – одна из главных. Имея свободу, но халатно относясь к своей безопасности, люди попадают в беду. Так обычно происходит на озерах и реках. Отдохнул в состоянии алкогольного опьянения, заплыл в незнакомое место и утонул. Печальный сценарий, актуальный уже не одно десятилетие. Потому в летний период сотрудники МЧС уделяют особое внимание данной проблеме и организуют профилактические рейды. Проблема гибели людей от утопления на Брещене остается по-прежнему актуальной. Только с начала года от утопления в области погибли 49 человек, в том числе двое детей. Спасено 25 человек, из них 8 детей. Поэтому для того, чтобы предупредить трагедии, предупредить несчастные случаи на воде, мы сегодня проводим заинтересованными активную профилактическую работу. Главное правило, которое должен знать каждый от мала до велика, купаться можно только в разрешенных местах. Но, как показывает практика, знать не равно соблюдать. Работники МЧС держат руку на пульсе безопасности. Сегодня мы совместно с заинтересованными проводим активную профилактическую работу в местах отдыха граждан на водоемах. Причем в центре нашего внимания, как разрешенные, так и запрещенные для купания места. Хотелось бы отметить, что мы проводим разъяснительную работу со всеми, от мала до велика. Напоминаем важные правила безопасного поведения на воде. Рассказываем о том, что купаться можно только в специально отведенных местах. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за буйки. Родителей призываем держать детей в шаговой доступности. А деткам также напоминаем, что надо быть осторожными, находясь у водоемов. В объектив нашей камеры на профилактическом рейде попал брещанин Владимир Наумчий, который пришел на центральный пляж отдохнуть со своей внучкой. Понаблюдав за ними, сразу стало понятно, Владимир Матвеевич – ответственный дедушка. Ведь все время, пока внучка находилась в воде, он ни на шаг не отходил от нее. Когда мы с внучкой едем на водоем или на пляж приходим, я напоминаю ей, чтобы она сразу без родителей или без меня в воду не шла. С внучкой от себя не отпускает ни на шаг ее. Ну и в воде она плавает, я вместе с ней хожу рядом. И стараюсь, чтобы она ни за буйки, никуда не заходила. А вы старались больше, чтобы на водоеме купалась в загороде. В инструкционных местах мы не ходим туда, потому что опасно все-таки. Особенно в этом году, сколько много жертв всяких, мы же по телевизору смотрим. И поэтому очень осторожно с внучкой обхожусь. Большинство людей знают, где можно купаться, а где запрещено. Знают и о том, какие правила на водоеме нужно соблюдать и куда звонить, если произошла беда. Это еще раз подтверждает, что такого рода рейды не проходят бесследно. Не заплываться в тех местах, которые делали для этого. А здесь охрана. Не заплывать, условно, за детскую зону и дружить, и не баловаться особо. А вы все эти правила соблюдаете? Да. Соблюдаете? Естественно. А если, не дай бог, случилась беда, куда звонить, кого звать на помощь? МТС и спасать. Разъяснительные беседы, предупреждения о раздаче специальных памяток и мастер-классы. Во время ежедневных рейдов сотрудники МЧС совместно с представителями молодежных отрядов снова и снова напоминают отдыхающим о том, как уберечь себя от опасности, которую таит в себе вода. В этот раз для отдыхающих брещан был проведен специальный урок по оказанию первой медицинской помощи, где каждый слушал очень внимательно. И ведь такие элементарные знания и умения позволяют спасти чью-то жизнь. Позвали, не отвлекаются, потрогали. Тоже никакой реакции. Значит, следующее, что мы должны оценить – его дыхание. Если у него дыхание, как оцениваем? Значит, одновременно нагибаемся на каждую вот эту вот ганипуляцию, оценка сознания, оценка дыхания, оценка кровообращения. Мы тратим не более 10 секунд. Потому что если у человека остановилось сердце, время очень-очень дорого для этого человека. Мы можем его заценить время и его не спасти. Поэтому оцениваем, есть ли дыхание у человека. Нагибаемся к нему близко ухом к рту и смотрим, двигается ли грудная клетка. Чтобы ваш отдых никакие беды не омрачили, нужно соблюдать все элементарные правила. Господа отдыхающие, всем приятного отдыха! Спасибо! Мы с вами! Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.